В то время директором нашего театра, ЦТКА, был Владимир Евгеньевич Мисхители, известный театральный деятель, человек, глубоко и страстно любящий театр. Он с большим вниманием относился к актерам и старался каждого из нас занять интересной большой работой. В частности, по его инициативе я получила роль Вассы. Несмотря на огромный соблазн работать над такой прекрасной ролью и играть ее, я попросила не занимать меня в ней, из-за опасения не справиться с Вассой и даже предлагала дать мне роль Анны Анашенковой. Мне казалось тогда, что я вижу Анну отчетливее, яснее, и все же мне пришлось играть Вассу. Но сомнения и опасения мои были так велики, что я написала о них Алексею Максимовичу Горькому. Однако послать письмо я не решилась. В те дни Горький уже был тяжело болен. А когда я шла на генеральную репетицию, то увидела на улице приспущенные в знак траура по горькому флаге. Репетировала в 1936 году с режиссером Телишева и Вассу Железнову в Театре Красной Армии. Ее позвали к телефону. Звонил Константин Сергеевич. Телишева отвечала, волнуясь на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы, и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды. Я взяла соседнюю трубку, чтобы послушать все, что говорит Константин Сергеевич. Он категорически запретил перевязывать щеку. На вопрос Телишевой «Как быть?» Константин Сергеевич сказал «Заменить спектакль». Затем Телишева пожаловался на Ливанова, говоря, что он ее не слушает, на что Станиславский ответил грозно «Пожалуйста, не трогайте Ливанова, он сам дойдет». А ведь Телишева была режиссером спектакля. Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦДКА, в небольшой зале в одной единственной артистической уборной, где гримировались мужской и женский состав труппы. Одна комната, разделенная перегородкой, даже не доходившая до потолка, служила нам и гримировальной, и местом отдыха. Благодарно вспоминаю моих товарищей, с которыми играла Вася Железнова в этих трудных условиях. Не помню, чтобы нам приходилось призывать друг друга к тишине. Не помню, чтобы кто-нибудь из нас мешал другому сосредоточиться, внутренне собраться. Молча готовились мы к выходу на сцену, тоже небольшую и не приспособленную к условиям профессионального театра. Это не мешало нам вдохновенно трудиться над замечательным творением Горького. 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 Продолжение следует...